Не вызывающим сомнений лозунгом «всё лучшее» детям очень часто любит прикрываться нынешняя городская власть. Но говорит одно, а делает другое. Вернее, не делает. Стоит только посмотреть на состояние детских площадок в городе и лишний раз убеждаешься в этом. Один из примеров тому – детская площадка во дворе дома номер 25 по улице Ицхака Рабина. Детская площадка во дворе дома номер 25 по улице Ицхака Рабина находится в крайне плачевном состоянии. Сплошные ямы и грязь. Давно образовавшаяся яма прямо возле съезда с горки часто становится причиной травм у детей. Но, судя по всему, эта проблема никого, кроме родителей, не волнует. Да, мы здесь живем, ужасное состояние. Хотелось бы ремонт, особенно вот эти ямы, лужи. А вот как давно вообще-то сейчас такое состояние? Я вам не подскажу, потому что мы второй год здесь живем, уже переехали. Поэтому, ну, я так понимаю, что очень давно уже в таком состоянии. А вы не знаете, вы либо соседи обращались куда-то, чтобы ее отремонтировать? Обращались, ну, конкретно, кому не скажу. У нас была девочка здесь, она занималась, собирала подписи депутату. Но пока вот приходили, ЖЭКа тоже смотрели, ее мерили, но пока вот безрезультатно. Помимо ямы, в которую дети часто попадают, спускаясь с горки, родители жалуются на сломанные лавочки. Опасные качели, шатающиеся заборные столбы на спортивной площадке, которые явно угрожают здоровью детей. Ну, плохая площадка, особенно, когда дождь. Здесь просто лужа полная, дети ковыряются в этой луже, все мокрые в болоте. Ну, то есть, естественно, конечно, уже сколько раз писали, чтобы что-то сделали, хотя бы зарыли эти ямы, ну, безрезультатно. Все поломано, конечно, хотелось бы лучше его. А примерно сколько времени уже площадка? Ну, вот сколько моему ребенку, три с половиной, сколько мы сюда ходим, вот так вот она и такая. Ну, я так понимаю, что ей очень много лет. По словам местных жителей, единственное, чего они смогли добиться от коммунальных служб, это покраски лавочек. Но раз коммунальщики там были, как же они смогли не заметить явные проблемы с площадкой? Скорее всего, они просто не захотели обращать на это внимание. А пока городская власть упорно не хочет замечать, в каких условиях содержатся детские площадки в городе, горожане вынуждены довольствоваться тем, что есть.